Когда вы скачаете файлы, вам нужно купить листовой материал. Если вы хотите сделать костюм железного человека из пластика, то покупайте, советуем вам вот этот железный человек из пластика. Это материал PET, PET 07. Его мы режем на лазерной резке и потом клепаем. Клепать его также по тем же самым инструкциям, что и показанным в этом видео. Однако, если вы хотите сделать костюм из железа, как этот, тогда вам нужно купить другой листовой материал. Мы используем вот такую оцинкованную жесть 0,35 мм. Можете использовать потолще, как захотите. Но поскольку мы резали вручную, а не на лазерном станке, ножничками, тогда мы использовали вот этот вот довольно тонкий материал. Еще раз, оцинкованный металл 0,35 мм. Кроме пластика и металла, вам, разумеется, понадобится ручной инструмент и расходные материалы. Сейчас расскажу, какие именно. Я с ним уезжу отсюда. Чтобы собрать костюм железного человека из железа, нам понадобится... Для начала, чтобы все это дело вырезать, вам понадобятся ножницы по металлу. Потом, чтобы все детали склепать, нам понадобятся клепальник и клепки. Клепки мы использовали трех видов. Большинство это клепки длиной 6 мм. Толщина у всех клепок 3,2 мм. 6 мм, потом 8 мм. И еще местами мы использовали клепки длиной 12 мм. Сожимали эти клепки вот такими вот шайбами. Шайбы двух видов. Это большие шайбы с диаметром 4 мм внутренним диаметром. И поменьше шайбы с диаметром 3,2 мм. Чтобы просверлить дырки в металле, отверстия, как меня, уже не раз поправляли, мы используем шуруповерт и сверло диаметром 4 мм. Если вы будете использовать сверло потоньше, под клепочку 3,2 мм, тогда клепка будет очень туго туда вставляться, и вы потратите больше времени. Далее, чтобы все детали соединить друг к другу, мы используем вот такие вот резинки. А также на эти резинки мы крепим вот эти застежки, фастексы. Их вам тоже нужно будет купить. Толщина резинки смотрите сами, на ваше усмотрение, какую хотите, такую и покупайте. Очень важный момент. Все детали у нас проклеены материалом ЭВА, чтобы они имели вот такой вот вид, и чтобы металл не упирался нам в тело, в кожу. Материал мы покупаем вот такие вот детские гимнастические коврики. Это вспененный полиуретан. Его мы режем с помощью линейки на продольные полосочки, и потом клеим их на клей-момент. Сейчас покажу, какой клей. Два вида клея мы используем. Момент классик. Он используется для того, чтобы приклеить вот эти полоски к алюминию. Лучше всего это делать действительно на клей-момент классический. Второй клей, который мы используем, это клей под гордым названием цианокрилатный клей. Это суперклей, очень хороший. Этим клеем мы проклеиваем резиночки, чтобы они у нас не распушивались, чтобы место, куда клепка вставляется, тоже не разрывалось. Мы проклеиваем этим клеем, и резинка становится в месте прокола дубовой. Значит, что еще не сказал? Ага, электрика. Светодиодочку мы используем вот такие вот блоки. Вы, опять же, можете использовать светодиодную ленту, ну или там что захотите. Важный момент. Значит, вот это забрало, а также шлем. Видите, мы как сделали, что он открывается и закрывается очень легко. Все потому, что мы там используем магниты, неодимовые магниты. Вот такие вот небольшие мы купили. Они продаются на Алиэкспрессе и в других магазинах. Вот эти вот неодимовые магнитики мы установили здесь на шлем, чтобы он открывался и закрывался. А также забрало мы сделали полностью на магнитах. Его можно снять, можно прикрепить. И вот так вот оно у нас по металлу прекрасно входит с помощью неодимовых магнитиков. О чем я еще не сказал? Да вроде все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!